Тайна Будучи гарантом безопасности нашего государства, я обязан предложить выход из этого тупика, обязан разорвать этот губительный порочный круг. Учитывая многочисленные обращения в мой адрес, руководители субъектов Российской Федерации, других депутатов, учащихся, учащихся, учащихся. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Сергей Викторович. Это вот ученый, доктор наук, биофизик. Это его сын Гриша. Вот Дмитрий Иванович тоже кандидат наук был, завкафедрой моей. Это тоже ученый, кандидат. Но все живы остались? Фадеев погиб. Ермаков погиб. Они погибли уже прямо в восьмом подъезду у торца. Когда тревога-то началась, мы не поверили сначала. Утро, солнышко, свети. Там и спали так хорошо, еще вот этот прорыв блокады. Что народ все-таки к нам прорвался. И как-то радость такая была. И мы, наверное, как бы успокоились и как-никогда спали. И вот Людмила, жена Ермакова, она врачом была. Она нас поднимает по тревоге. Девочки, быстренько собирайте все свои санитарные сумки и документы. Собирайте все отсюда, говорит. И бой начался, а там стреляют уже. А мы говорим, ну какой бой? Нельзя прям сон досмотреть про любовь, снится. А тут еще вставать, бежать куда-то. Поди опять обман. Все штурм, штурм каждый день, его все нет. Там слышим действительно уже автоматные очереди. Там уже такой грохот. Уже чувствуется, что это тяжелые какие-то, чуть ли не орудия стреляют. Наверное, так оно и было, если с пушек стреляли. И там охрана была, Верховный Совет, они не пропускали в дверь. Я говорю, пропустите, там раненые. Потому что уже сказали, что там убитые есть. А я говорю, он с какой сумкой. Я выбежала туда, а там уже Собир бегает. И вот ребята эти наши лежали уже трое. Наповал Шалимов, насколько я его помню, Бритов Володя. У меня его даже военный билет до сих пор остался, Бритова. Его же похоронили у нас на кладбище Николы Архангельском. И вот эти документы мы достали у Шалимова, у Фадеева. Они уже мертвые были, уже помочь ничем нельзя было. Эти документы остались у меня. Эти документы я вынесла. Ну, неважно как, но я их вынесла, эти документы. Вот. Ребята погибли, потом мы узнали, уже там крикнули, что не говорите, Людмиле Ермаков погиб. Ребята кричали оттуда, кто там живой остался. Но там все лежали уже на земле. Ребята кричали оттуда, кто там живой остался. Ребята кричали оттуда, кто там живой остался. Он у меня ведь шахматами серьезно занимался. И достаточно серьезный тренер Юрков с ним занимался. Он воспитал Соколова, чемпиона мира по юношам. И Рома занимался у него в шахматах. И он выезжал в спортивный лагерь, и он однажды приезжает, и у него платочек такой, и там вышивка рукой сделана. Он там познакомился, короче говоря, с девочкой. И вот в течение трех-четырех лет она периодически ему звонила. Я так спрашиваю, Рома, кто это звонит? Он говорит, ну Оля, это мы просто друзья, пап. А когда вот, вы знаете, уже перед Новым годом, вдруг телефонный звонок, мы Рому похоронили. Вдруг телефонный звонок, Рому можно? Я по голосу узнал, что это Оля. Я говорю, Оля, наш Рома погиб. Ну вот, и она, у нее, видимо, такой душевный порыв. Говорит, можно я к вам приеду? Я говорю, конечно. Ну, мы начали вспоминать туда-сюда. А она, знаете, девочка, такая, в общем, добрая, хорошая. Но, очевидно, родители вообще ей внимания не уделяют. Ну и вот, ну, короче, можно сказать, что во дворе много времени проводит. И вот она сидит и говорит, говорит, он у вас странный, Рома, был. Я вот, когда плохо мне было, бывает на душе, вот после общения там с знакомым с этими, там, это, гробостей каких-то наслышавшихся, позвоню Роме, приеду к нему. Он выйдет на улицу. Мы с ним просто, говорит, походим, побеседуем, поговорим. И мне снова как-то я начинал верить, что в жизни все хорошо. Добра больше, чем зла. И я подумал, боже мой, ведь она приезжала к моему сыну, ну, как мы на исповедь причащаться ходим в церковь. Так она к Роману приезжала, как за глотком свежего воздуха. И она получала, насколько я понял, она же сама мне это сказала, она получала от него это, вот эти силы дальнейшей жизни, желание жить. У него друг, можно сказать, здесь недалеко живет. Вот он у него был в гостях, а у него висел такой плакат. Я говорю, а что это? Там сейчас скажу какая-то надпись на плакате. А он говорит, а это вот принцип жизненный. Мой и Ромин был. А там, знаете, что было написано? Россия, честь, достоинство. Вот его кредо жизненное было. КОНЕЦ 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 ОТК КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok 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 И вот это он несколько раз сказал Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Когда началась кампания по выборам Ельцин президента, я поверила, наконец-то в России появился честнейший человек, который спасет Россию. Я открыла такую, можно сказать, кампанию. Ходила за листовками на площадь Пушкина, госстрой, два-три раза в неделю. Там Артур Сергеевич, такой молодой человек, раздавал листовки. И по ночам, чтобы не срывали, часто срывали ельцинские листовки, по ночам расклеивала. Иногда соседние помогали. Выходила после 12, до 2-3 часов хожу, расклеиваю. Начиная метро, 1905 год, Белорусская, Красная Пресня, в общем, баррикадная, где вот я живу. По улицам. Листовки, я не знаю, тысячи, тысячи я расклеила по всей Москве. Именно по ночам. На электрозаводе, где я работала, потом я работала во Станкино. Вот, все знают, что Ельцинка номер один по Москве, так меня называли. И я всем говорила, мой бог Ельцин. Сколько я, ну, как говорится, спасение денег цветов передарила. Ни одного митинга не пропустила, ни на одну демонстрацию, или как назвать. Я знаю, когда у Братеева, вот, мы выбирали Ельцина, митинг был. Перед этим я купила в магазине лилии белые, еще не распустившиеся. Три недели я меняла воду, и там опускала анальгин, чтобы они быстрее распустились. И на следующий день распустились. Красные гвоздики, я думаю, Ельцин помнит, как он принес домой белые лилии и красные гвоздики. Мне казалось, так будет красиво. Конечно, там народу было столько, и я не могла пробраться. Я обошла, значит, эту трибуну, там стоят, ну, якобы дружинники, но потом мы разговаривали, оказались, что это не дружинники, а переодеты наши работники. Вот. И я стою с цветами. Вот тут машина Ельцина, я стою, и друг Ельцина идет, один на один. Я отдала ему пять этих гвоздик. Я считала самым счастливым себя человеком. Думаю, буду умирать, буду в этот момент помнить, что своему богу, своему идолу я один на один вручила цветы. Пожелала ему доброго здоровья и быть избранным, ну, всего доброго, и семье. Вот. Ну, потом звонила в другие города, писала письма, ходила на заводы. Вот. Потом, ну, можно сказать, где бы ни было, только на остановке, только агитировала за Ельцина. Ну, наконец, Ельцин победил. Только у меня, я получила, знаете, сотни поздравлений. Говорили, ваш Ельцин, ваш Ельцин. Приложали руки, поздравляли. И радовались. Ой, ты куда же ты? Хочешь. Ой, я... Идут четыре одновременно процесса. Радикальные, почти революционные по своей сущности. Вот. Идет криминальная революция. Подробно у Говорохина рассказано и очень убедительно. Идет социальная революция, когда срочно создается слой собственников-компрадоров. Вот. За счет ограбления почти всего населения и разрушения культурной среды. Идет процесс геополитической ликвидации своего основного конкурента и противника. Не борется ныне с социализмом, коммунизмом. Сегодня с православной церковью борются более энергично, чем вчера с коммунистами. То есть пытаются вырвать последние духовно-нравственные корни, тем самым лишив нацию основ жизнестойкости своей. Вот. Поэтому налицо попытка установления нового мирового порядка. Если было время, когда была власть, вера и потом силы, ныне пытаются учредить в планете утвердить власть денег и информацией. Вот. Вместе с концептуальной властью это казалось жутким оружием против нашей страны. Сильнее, чем Наполеон, Баты и Гитлер вместе взятых. И вот этот вирус впущен во все структуры. Он разрушает, разлагает, разъедает. Одновременно пытаются сформировать новый тип человека. Потребителя, эгоиста, индюдалиста. Но это уже будет не Россия, не русский человек. Борьба вообще-то беспощадная. Я не думаю, что американцы тут могут выйти победителями. Потому что они сами станут жертвой, заложником такого порядка. С времен Македонского любая попытка установить мировой порядок или мировую империю заканчивалась поражением. Это противоречит науке, единству борьбы противоположностей. Это противоречит тому, что, вернее, это полностью подтвердит то, что любая монополия ведет к загниванию. Но это и не по сильной ношей задачи. Потому что есть разные типы цивилизаций. Японской, греческой, индийской, китайской, русской, западноевропейской, американской. И попытка создать интеллектуально-бытовой концлагерь американского образца или пепсикольного образца, они обречены на поражение. Это приводит к уничтожению различных видов людей, типов людей, наций, культур. Абсолютно гибельна для планеты. Не только для сознательного мира, но и для растительного. Я всегда говорила, говорю, это подтверждает. Со мной многие не соглашались. 99% зависит от руководителя. Посмотрите, во главе государства стал предатель, в первую очередь, Горбачев. Народ начал уничтожать свою историю, топтать, коричать. Ну, где можно было найти вот таких вот, и интеллигенции, и депутатов, и руководителей государства? Ну, я имею всех, всех структурах. Которые позволили бы развалить государство. Потом по главе государства стал, ну, государственный преступник, нечестный человек, неискренний, нечистоплотный человек. Как в моральном, так и во всех отношениях. Притом, плюс ко всему, нетрезвый человек. И вся страна стала, ну, наступает полная деградация. Такое впечатление, что у нас вся страна пьяная сегодня. КОНЕЦ 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 Я руки ему связывал, этой веревочкой. Почему? Потому что у него правая рука вдоль тела все время падала. Из-за того, что правый локоть был прострелен, и она, естественно, падала. И здесь пуля прошла между пальцами. Вот эта тесемочка, которую я 17-летнему своему сыну сам руки в гробу завязывал. Ничего страшного. Садись, только сиди тихо. И вот это говорит о том, что ранение здесь, здесь. Это говорит о том, что он, видимо, когда его расстреливали, он прикрывался рукой. Пуля в груди, пуля в печенке, пуля, две пули в шее. И, наконец, ну, про руку я вам говорил, наконец, пуля в лобной части. Ну, это, очевидно, его добивали уже, когда он лежал раненый. Президент бодр и энергичен. Чувствуется, что он хорошо знает инициативу и проблемы области. На месте принимает решение. В общем, оправдывается название поездки. Рабочая и деловая. Рабочая и деловая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 И святотатственные сны. Хулой и лестью своею Не вам ее преобразить. Вы, не умеющие с нею Не жить, не петь, не говорить, Замолкнет ваша злость пустая, Замрет неверный ваш язык Крепка, надежна Русь святая И русский бог еще велик. Совет безопасности указал на необходимость Активной реализации курса реформ, Исходя из возможностей президентского указа. Мы не только сейчас контролируем ситуацию, Но и управляем ею, Чтобы события развивались в нужном русле. Субтитры создавал DimaTorzok Наша несчастная родина, Баба, Баба, Россия! Нет, Питер! Нам грозят страшные вещи! Опять пришлось коммунисты! Что же это за проклятая конституция? А где нас армия? Почему она нас не защищает? От этой проклятой конституции! КОНЕЦ! 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 Пробили зорю барабана, восток туманный побелел, и от врагов удар нежданный на батарею прилетел. И вождь сказал перед полками, ребята, не Москва ли за нами, умрем те ж под Москвой, как наши братья умирали, и мы погибнуть обещали. И клятву верности сдержали мы в Бородинский бой, что Чесма, Римник и Полтава, я вспомня леденею весь, там души волновала слава, отчаяние было здесь. Безмолвно мы ряды сомкнули, гром грянул, завизжали пули, перекрестился я, мой полтоварищ, кровь лилась, душа от мщения тряслась, и пуля смерти понеслась из моего ружья. Марш, марш, пошли вперед, и более уж я не помню ничего, шесть раз мы уступали поле, врагу и прали у него. Носились знамена, как тени, я спорил о могильной сене, в дыму огонь блестел, на пушке конница летала, рука бойцов колоть устала, и ядром пролетать мешала гора кровавых тел. Когда тревога-то началась, мы не поверили сначала, утро, солнышко свете, там и спали так хорошо, еще вот этот прорыв блокады, что народ все-таки к нам прорвался, и как-то радость такая была, и мы, наверное, как бы успокоились и как-никогда спали. И вот Людмила, жена Ермакова, она врачом была, она нас поднимает по тревоге, девочки, быстренько собирайте все санитарные сумки и документы, собирайте все отсюда, говорит, и самый бой начался, там стреляют уже. А мы говорим, ну какой бой, нельзя прям сон досмотреть, про любовь снится, а тут еще вставать, бежать куда-то, поди опять обман, все штурм, штурм каждый день, его все нет. Там слышим действительно уже автоматные очереди, там уже такой грокот, уже чувствуется, что это тяжелые какие-то, чуть ли не орудие стреляют, наверное, так оно и было, если с пуша стреляют. Вот, и там охрана была, Верховный Совет, они не пропускали в дверь, я говорю, пропустите, там раненые, потому что уже сказали, что там убитые есть, а я говорю, он с какой сумкой. Я выбежала туда, а там уже Сабир бегает, и вот ребята эти наши лежали, уже трое на повал. Сабир мне кричит, убегай оттуда, а я побежала вот к этим вот кустам, которые напротив восьмого подъезда, приезжалась там, а в это время эти БТРы едут. Ну, БТР или кто это? Они зеленые, как лягушки. И на нем сидят в черных кожаных кортках люди, с хвостами сзади парни, и длинные какие-то у них вот, то ли винтовки, то ли ружья, длинные стволы, по несколько человек их сидело. Один развернулся и направил свою пушку на это, на двухэтажное здание приемного Верховного Совета, и палит по ней. А там же парк, там же люди ходят, а там же еще иконостас был. И оттуда вышел священник, и этот БТР, прямо на него, он же с иконой вышел, отец Виктор, я же это видела. Он вышел с этой иконы, и они его в упор расстреляли прямо, в упор. И еще по нему проехали. Это было ужасно. Пули свистят, и там голову подниму, а это видно мне все как раз от восьмого, от подъезда, от этих кустиков. Тот помчался на горбатый мостик, там всех расстрелял. Потом опять оттуда, чего-то он под мостик еще, чего-то там где-то заглядывал, там же мост, а под ним, видимо, ребята спрятались, он там их всех. То есть там бежали все, ну, падали на ходу, конечно, все. И вот казаки, вот от баррикадной, где их палатки стояли, там всех расстреляли, конечно. Потом меня кто-то схватил за шеврот, кто-то из верховного совета, матом выругались, конечно, как следует, и швырнули меня прямо в дверь, затащили. Людмила Васильевна ругается, что такое тут уже раненых столько, где тебя носят. Потом, значит, мы стали перевязывать, раненых ведут и ведут, их много уже, большое количество, то в голову, то в глаз, где-то, то ухо задето, в руку, в локоть. То есть тут уже какая-то паника началась, везде стреляют, а Сабир побежал, в окошко смотрит, вот где лежат они, из окна видно, с фойе в 8-го подъезда, как ребята наши погибшие лежат. Вот только мы их видели, и вот они все там лежат уже погибшие. Это ужасно, я не знаю, даже невозможно все объяснить. Сабир плачет, вот прям откровенный плач мужской, рыдает просто, вот этот казах парень. Потом команда поступила всем убираться оттуда, с этого этажа и подниматься выше. Потом, когда нас подняли на третий этаж, это был третий, это был кабинет Виталия Ивановича Севастьянова. Окна выходили во двор, это нас и спасало, но здание уже содрогалось все, оно просто вот, кажется, вот рухнет. Ну, вот страха, вот все говорят, страшно было или нет, даже трудно сказать, что это было. Была какая-то озабоченность, была какая-то проблема узнать, где там раненая, как-то помочь. Была работа, вот работа, самое настоящее, что надо кому-то, значит, перевязку сделать, куда-то сбегать, что-то принести, там уже воды нет. У нас руки уже в крови, народу много раненых, трудно даже сказать, я не знаю, может быть, там уже и человек сто через наши руки прошло. Мы их всех отправляли в 20-й подъезд. Насилок нет, приносят раненого в живот, что мы можем сделать? Конечно, только обработали там где-то перекисью, йодом, где-то календулой, тоже не хватало, даже антисептиков. Отправили его на раскладушки в 20-й подъезд, без сознания человек, у него все органы внутренние наружу. Вдруг бежит парень, целлофанин несет органы и кричит, где этот в живот раненый, тут вот сказали, надо донести его внутренности, вот остались там, на месте ранения. И вдруг раздался такой страшный взрыв, ну это ясно было, что это был снаряд, и запахло неприятным дымом. Оказалось напротив кабинета, и там взорвался снаряд. Выбивают дверь мужчины, охрана Верховного Совета, и кто там был мужчин. И что вы думаете, вот если вот как в квартире мебель все, да, стоит, там ничего не оказалось, оказалось как ветошь, вот как вата все, черно-секло цвет. Все куда-то исчезло, то есть, ну все разгромилось. Вот говорят, что это вакуумный снаряд, да, два такие снаряда, которые, ну вот все разрывают. То есть там вообще ничего не осталось, просто вот дым, и его стали гасить, этот дым, потому что дымился еще от взрыва этот снаряд или что там. Потом такая пальба началась, ну там громко-страшно было. Сказали, как-то там вестибюр, не вестибюр, а фойе. Вот коридор, там такой фойе, где лифты. Сказали туда спрятаться, что здесь вроде бы опасно. Побежали все туда, это все говорили эти из охраны Верховного Совета парни. Мы туда, где-то у лифта кто-то спрятался, а пули свистят, прям пролетает, все, вот видно, как они падают там, все, попадают везде. Это где-то часа в три или в четыре как-то тише стало. Мы даже так думаем, что-то странное, какая-то тишина. И стали к нам приходить, да, около пяти было. Пришла женщина и говорит, выводят всех женщин. Женщины, вставайте, значит, и поднимайтесь, берите свои вещи и выходите. Все выходим, всех выводят. А мы говорим, как так, женщин, кому женщины-то понадобились, для каких еще целей, почему только женщины. Сколько женщин сказали вывезти. А мы говорим, нет, мы не пойдем. А депутаты, депутаты остаются. Тогда мы сказали, что мы остаемся, мы отсюда никуда не уйдем. Приходит, значит, мужчина и говорит, выходим все. Сабир встает и говорит, как выходим, сдаемся, что ли? Да вы что, Москву 28 панфиловцев, мои земляки, держали, рубежи Москвы защищали от фашистов, а вы хотите, чтобы мы сейчас сдались этим фашистам? Да вы что, мы никуда не пойдем. Он говорит, все, кто остается защищать Советский Союз и Советскую власть, все, пожалуйста, сюда переходите, а предатели пусть уходят. Ну вот он так вот сказал, конечно, все тут же перешли. Это казах, парень этот сказал. Вот так он народ весь поднял, никто не уходит. Я его спрашиваю, вы кто? Он говорит, я депутат Смирнов, 216 округ. А что это значит? Почему мы все должны? Выходят все. Вот так случилось, что мы все сейчас должны выйти, депутаты, в общем, все выходим. Ну, в общем, мы тоже пошли за ним. И вот там тоже идет стрельба, там же стеклянные вот эти вот коридоры, там же все видно. И все просматривается, и видно, как мы идем. Поэтому нам пришлось, кто на корточках, кто как, по очереди, по одному. Там, значит, из охраны, вверху на сайте человек был, который нам давал знать, когда можно пробежками перебежать и так далее. А огонь опять продолжается. То было тихо, вот вроде бы сдаваться, и в то же время идет огонь. Ну, в общем, короче, мы туда перешли. Пришли мы в палату национальности. Там свечи горят, все люстры разбиты, ветер гуляет, сквозняки, стекла валяются, люди на полу, кто лежит, кто сидит. Вот, и я слышала вот разговор вот этот, когда у Малатова вся же разговаривала с Русланом Амрановичем, мы это все слышали, когда он попросил прощения у всех, он всех благодарил, что поддержали Верховный Совет, и сказал, что простите меня, если можете. Но я допустил очень много ошибок и Верховный Совет в свое время, теперь мы за это расплачиваемся все. Потом, значит, Бабурин сказал, что не опускайте головы, это, то есть мы вот сдаемся, выходим, но это не значит, что это поражение, вся борьба впереди. И выходите все с высоко поднятой головой. Я скорблю за Россию. Ты скажи о том, что Клинтон подонок и свинья. И больше никогда в России, в Америку верить не буду. Для меня вершина трагедии 4 октября, даже не в расстреле, танковом расстреле Верховного Совета. Это беспрецедентно, да. Но самое для меня больное то, что я не забуду никогда, это то, что люди, поверившие обещаниям на свободный выход, были не просто потом подвергнуты избиениям и унижениям, но некоторые из них были расстреляны. А из числа этих погибших почти все, основная часть, как это показали, даже на сохранившихся останках, как это говорят в заключении судебных медиков, подвергались избиениям и пыткам. Вот то, что безоружные уничтожались уже после боя, это самое черное пятно на совести нынешнего российского режима. Ну, в общем, привело меня сюда непраздное любопытство о поиске дочери. 4-го числа я увидел ее в программе «Дважды два». Она идет от Белого дома к бункеру. Я предполагал, что она могла погибнуть где-то здесь. Приехал 5-го числа утром. Ну, еще было темно. Было между 6 и 7 часами утра. Подошел к ребятам молодым, молодым, просто какие-то детские лица у тех ребят с автоматами, которые здесь были, тоже начал спрашивать. Видели, не видели, показывал фотографию. Значит, кто-то из ребят мне сказал, что очень много на стадионе погибших. Подошел сюда на стадион. Тяжелое зрелище. Такое впечатление, что вообще это приснилось в каком-то кошмаре. Все те погибшие защитники, наверняка здесь были просто люди случайные, которые попали под расстрел. Они находились вдоль этой стены. Ну, в основном это где-то были ребята, ребята 19, может быть, там 20, 25. Ну, так сказать, возраст такой, в общем. Обращало на себя внимание то, что ребята были без обуви, без ремней. Такое впечатление, что некоторые из них побывали под колесами. Некоторые их остязали. Тот вид, в котором они пребывали, он говорил о том, что перед смертью ребята хлебнули лихо в достатке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот читаешь, мама, прости, меня убили за то, что я любила Родину. Ну, как можно прости? Вот это стенопласта все называют. Как я мимо прохожу, я обязательно зайду, сделаю крюк. Как можно не зайти сюда? Как можно вообще спокойно смотреть, не заплакать, когда ты видишь молодые лица? И за что погибли? Защищаю Русь, святую Русь защищаю. Уже не говорю, что нас. Что мы такое? Они Родину защищали. А ты... Потому что иностранцы кругом, кругом, кругом. Ну, вообще не знаем, как жить на свете. Ведь сколько людей с головы умирает. А есть он все равно. Вот мой бог стал кровавым дьяволом. Ну, как вот можно жить на свете после этого? Кому теперь верить? А где нахожусь на покажке? Что-то по-другому. Снимаю. Нет, нет, нет. Это жаба. Самая настоящая жаба. Которая горит в микрофон и не понимает, чего он кричит. Просто. Он так, это, со своим жиром там, просто накормившись. М. Он хочет остаться, наверное, за того, чтобы много денег было. Ну, а вот из России качать то, что он... И это поняли у него ему. Чай. Вы знаете, когда он получил приписное свидетельство в военкомате и очень огорчился, что не попал в десантные войска, а я ему еще говорил, говорю, Ромочка, тебе не страшно идти в армию? Одно дело, когда я служил и сейчас. Посмотри на этих, как они себя называют, офицеров. У них даже обувь не у всех уставная. Ходят, обрюзшие, растолстевшие, простите за вульгарные слова. Они даже честь эту другу на улице теперь не отдают. А он, не помню, ответил, говорит, Я знаю, папа. Главное не склонить головы, не показать свою слабость. Армии, строго говоря, нет. Что такое армия? Армия, это же не просто люди в шинелях. Армия, это, так сказать, живой организм. Это организм человеческий, это какая-то орг структура. Но самое главное, это идея. У армии ту идею старую отобрали, а новой идеи никакой особой не дали. Армия, так сказать, превратилась в какое-то количество людей, более или менее все-таки еще выполняющих приказы и относительно дисциплинированных, но которая озабочена прежде всего проблемой самовыживания. В день проводов российских войск из Германии участники торжественной церемонии собрались в Трептов парке у памятника воину-освободителю. Сегодня день окончательного примирения. Мы прощаемся, прощаемся с Германией, ждут объятия нас с любимой стороны, вспоминайте нас, солдат и сестрями, и спасавших от коричневой чумы. Прощай, Германия, прощай! С праздником вас, друзья! С новым в 10-10-90-5-й год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пашел на переговоры. Он в это время находился у нас в зале, и мы его слушали, как он выступал перед нами, и они зашли втроем, в баранников, едва офицераль. В это время люди, подразделение Альфа стояло на пандусе, и когда Грачев подъехал к мосту и увидел, что идет переговорный процесс, это им не нужно было. Им нужно было, чтобы шла вот такая массированная атака, чтобы создавалось впечатление, что тут идет громадный бой, что тут преступники сражаются с властью которая ставит интересы народа вот они что хотели и он сказал открыть огонь и открыли огонь по альфе эти ребята есть кадры они кричат прекратите машет руками чтобы прекратили огонь на огонь никто не собирался не плачет то есть даже на это вот такой у них такая мораль фашистская я бы сказал волчья мораль это стаи волчьи стаи альфа вымпел это подразделение которое было нас три наших вооруженных силах я знаю они очень высоко подготовленные смелые высоконравственные люди безусловно высоконравственные смелые люди только так могли поступить как сделали вымпел и альфы они отказались выполнять преступный приказ и я думаю через некоторое время пройдет немного времени когда об этих людях тоже будут складываться стихи песни будут сказания россии человечество природа стремится осуществить какой-то свой уникальный проект какой-то свой уникальный путь развития и россия все время вылезает за рамки вот этих мировых схем мировых моделей она них не умещает она все время как-то ее выносит от этого ствола какая-то ветвь все время идет к другому как бы солнцу к другому небу к другому пространству жизненному и я думаю что особая особая вот эта вот какая-то фаворская лазурь православия в нем в ней содержится вот это русская тайна русская судьба и русский путь поэтому даже в атеистах если это националисты русские даже в людях как бы не 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 далеких от прихода от храма вот это таинственная лазурь это стремление к запредельному к божественному неземному к вечному это драгоценное качество которое посеяло наши души православия в будущем когда может машины дредноты космические платформы железные дороги не будут играть столь важной роли как в 19 20 веке на первый план выйдут скажем сенсорные свойства человека его его натуры его способность тонко тончайшими тончайшими образом реагировать на космос на будущее на способы познания вот этот мистический ищущий ориентированный к божеству характер русской души он будет драгоценным потенциалом не только для россии но и для мира и здесь заслуга православия огромная часто вспоминаю солдат одной из частей москве строительного батальона который в первые дни защиты советов пришли верховный совет пришли без пришли по своей инициативе и несмотря на то что затем президентская команда мобилизовала даже их родителей вызвать их из верховного совета увести встретившись с матерями видя их слезы понимая что их не ждет светлое и беспроблемное завтра в осажденном парламенте они остались и эти ребята которые которые наверное еще только начали жить они остались это будничный шаг в этом будничном шаге высокая поэзия и то же самое можно сказать об очень разных людях разных по характеру по политическим взглядам с одной стороны ведь от верховного совета была баррикада российской коммунистической рабочей партии рядом стояла казачья застава с третьей стороны были дружинники то есть люди которые идеологически исповедуют разные системы ценностей убедились что в их основе лежит россия и главное что я считаю мы обязаны сделать это отдавая долг погибшим тем которые погибли подвергнувшись совершенно неожиданный для них прицельной пальбе неизвестных провокаторов и официального спецназа у останкина те которые погибли во время штурма дома советов это люди погибшие во имя нас погибшие во имя россии и мы конечно же должны сделать все чтобы они не просто остались в памяти чтобы они были для нас символом мужества и чтобы нам не было стыдно перед дними мы должны довести до конца дело во имя которого они пали и и и КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Понимаете, иногда приходят все-таки минуты уныния совершеннейшего, когда кажется, что уже ничему не подняться, ничему не бывает, а потом приходят опять убеждения в том, что все в конце концов обойдет. Россия все-таки, я думаю, выстоит. На то она и Россия. ПЕСНЯ Лишь бы не было войны Лишь бы не было войны Он глядит со стороны Как по скользкой в Кремль дороге Поднимаются, как боги, новые говорунды Лишь бы не было войны Все российские знамена По краям опылины Он их помнит поименно Он носил их упоенно Лишь бы не было войны Лишь бы не было войны А убитые А убитые сыны А убитые сыны Крячут раны Полевые Под цветами Полевыми Голосующей страны Лишь бы не было войны За великими За великими делами Мы не чувствуем вины Ходит нищий с орденами И там дычит, как динамик Лишь бы не было войны Лишь бы не было войны Души все зачехлены И старик ХП по мятам Прикрывая грудь плакатом Ждет расстрела у стены Лишь бы не было войны Первое, что меня заставило выйти на митинг В октябрьские события Это указ Ельцева 1400 Антинародный указ Вот этот указ меня страшно возмутил Просто как гражданка своей страны Как коренную москвичку И то, что я видела Ну это вообще страшно И то, что народ травили черемухой Били дубинками Нет, мы только закорились Так вот, пусть Ельцин знает После 3 октября Не только не сдалась лично я Но я буду, пока я жива Быть против него Мы все-таки остались в пионерах Раньше нормально Пошел на работу, заработал там Все хорошо Нужно было пожить на зарплату Прокормить семью Сейчас это невозможно И поэтому я вот хожу на митинги И нам постоянно Я поддерживаю все эти движения 4 октября я был в Белом Токе Очень много моих друзей там тоже было Очень много моих друзей умерло там К сожалению Царство небесное Я вот русский православный Верил Богу А вот эти вот Паша Грачев Он развален в Советскую войну Просто-напросто Если раньше, допустим Нашу страну везде уважали То сейчас наша страна считается Ну я не знаю Какой-то богладающий Которую могут любой поставить Любое пнуть на огонь Сейчас нам трудно В чем? Трудно заключается в том Что мы разобщенные А как сказано Разделяй и властвуй Поэтому, как говорится Вот это разъединение Оно не дает нам В данном случае объединиться Ну и если учесть то явление Что насилие Направляет народ К соединению с Западом Именно насилием Восполнять их образ жизни Конечно Если при таком явлении Если это не упразднится То трудно будет выставлять Или возрождать И духовность Нашего русского отечества Вот Потому что Образ жизни Запада Совсем другой Да Чтобы Было объединение Людей Я имею в виду Наших людей Русских И русские Которых Надо понимать Не по национальности А по внутреннему укладу жизни Вот Вот это Является Русским человеком Хотя он может быть Скажем Узбеком Он может быть Армянином Или Грузином Или другой какой-то Нацией Но если сам дух Он гармонирует С духом Самого Общества Русского И Устроения Такого духовного То это и будет Как раз Являться призвано К тому Что и эти народности Являются Русскими По внутренне По внутренней Сплоченности И вот Нужно Это все Осознать И как бы Соединиться Между собой Объединиться И потребовать Или от высших Лиц Чтобы Выполнялось Не Сверху Вниз А снизу Вверх Короче говоря Народ должен Сам избрать С себе Образ жизни Который бы Давал возможность Совершенствоваться Каждой личности И Давал бы Сплоченность Семейством И обществом И целому Государству Вот что Необходимо Я как Рассуждаю На данный момент Делать то Что Приведет Русский народ К Возвышению К Нравственной Жизни И к величию Нашего Отечества Я не думаю Что то Что происходит со страной Несет в себе Какую-то гибель Дело в том Что для меня Совершенно ясно Я много занимался Историей России Мира Причем не сейчас А 30 лет этим занимаюсь И то что у нас происходит Это обычное явление Так называемой Реставрации Вот была Великая революция Градиозный катаклизм И она Неизбежная революция Всегда заходит слишком далеко Так было И в английской революции И в французской И после них Происходила реставрация Которая многим казалась Возвращением к старому Но возвращение невозможно Невозможно Изменить этот мир Вернуть его обратно После того как Три поколения прожили Абсолютно других условиях Вот И реставрации Все реставрации Сопровождались На конце концов Кровавыми событиями Так же как сейчас Вот Для меня совершенно Несомненно Что страна вернется По этому путь И не будет Отвергать Целикому полностью То что пережила За эти Три поколения Это исключается И более того Даже видно Что вот Некоторые народы Которые поменьше Ну и некоторые вроде Более энергичные В данный момент Они уже высказали Там победили коммунисты На выборах Сначала в Польше Потом в Венгрии Вот Хотя еще Год назад Это казалось совершенно Невероятным Как это может быть Я верю Я верю в звезду России Было время Когда Гермагян Вот тут недалеко Сидел в темницах Кремля Польская шляхта Пировала И один в Москве говорил Все равно Россия воспрянет И пришли Из-за Волжи Могучие Князья И граждане И освободили страну Было время Когда по моему Один Жуков Уверил Что удастся Отстоять Москву Ему Сталин Постоянно этот вопрос Задавал Хотя другие Увидели Какая Нечистые силы Армада Прет на столицу Но подтянулись Сибирские полки Сумели Отстоять Нашу независимую Сейчас ситуация Меняется Тем Что в Кремле Сидят Новые Шляхтичи Которые Предали Продали Всех своих Друзей Союзников Но Страна уже давно Поняла Кто они Такие Какую цель Преследует Тот же Чубайс Тот же Козырев И готово уже К более мощному Объединенному Сопротивлению Я надеюсь Что этот год Будет Во многом Переломным Единственное Надо уберечь Страну От Новой Большой бойни Потому что Провокаторы И те Кто в общем Наворовал баснословные деньги Могут пойти На самые большие Преступления Я Верю Что Патриотизм Храбрость У русского Солдата У русского Человека Останутся Ну всегда Останутся И подтверждение События 3-4 числа Я не говорю о тех Подонках Которые В нас стреляли За деньги Это кстати Та Так называем Профессиональная То есть наемная армия Которые И в мать родную Будут стрелять Я говорю о тех людях Которые защищали Россию Защищали Конституцию Защищали Народную власть Будет и на нашей улице Праздник Я верю На причале Славянка Стоял И махала Прощальна Рукой Поведело За ним Подежала Сокол мой Возвращайся Домой Прощай мой Родной Иди На смертный бой Пусть станет грозный враг, как бьют снадок на бедный флаг. Но время пролепит, победный наш марш прозвучит. Живым вернешься, в огне спасешься, тебя любовь моя хранит. Живым вернешься, в огне спасешься, тебя любовь моя хранит. Пусть победа ценою безмер, плач славянский звучит и звучит. За Совет и Союз, за Победу, мой единственный там постоит. Прощай, мой родной, ты на смертный бой. Знает грозный враг, как бьют снадок на бедный флаг. Но время пролетит, победный наш марш прозвучит. Живым вернешься, в огне спасешься, тебя любовь моя хранит. Живым вернешься, в огне спасешься, тебя любовь моя хранит. Живым вернешься, в огне спасешься, тебя любовь моя хранит. Прощай, мой родной, ты на смертный бой. Живым вернешься, в огне спасешься, тебя любовь моя хранит. Прощай, мой родной, ты на смертный бой. Прощай, мой родной, ты на смертный бой. Кто знает, грозный враг, как бьют снадок на бедный флаг. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ